Доброе утро! 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 который гастроцинал специальный сарабgram. На самом деле это уж не такая редкая ситуация. На самом деле гастроцинал, если зачастую просто не столь внимательно смотрит материал патолога, она видит одну опухоль, видит рак, и, собственно, концентрируется именно на данной разновидности опухоли и изучает именно её. А гастроцинал, как сопутствующую опухоль, на самом деле, если понаблюдать, на самом деле не так уж и редко. Бывает в стенке живутка, она бывает достаточно маленькая зачастую. Ну, собственно, повторюсь, не такая уж и редкая ситуация. Другой вариант, когда у нас одна и та же опухоль. На данном слайде как раз я привёл пример. Опять-таки, ситуация у пациентки рак желудка и рак молочной железы. Ну, то есть опухоль есть в желудке и опухоль есть в молочной железе. И здесь уже достаточно сложная ситуация. На поле свободно предоставлены препараты и той, и другой опухоли, и мы смогли их сопоставить. И здесь наблюдается гистологическая природа и гистологическое строение очень близкое. Мы наблюдаем низкодифференцированный рак молочной железы, мы наблюдаем низкодифференцированный рак желудки. То есть гистологически они крайне близки. Опять-таки, в данном случае иммуногистая химия нам достаточно легко позволила разделить эту ситуацию. Исследованием гистихимического гата-3 оказалось позитивно в раке молочной железы, как и должно быть, да, гата-3 — это фактор транскрипции. но в ряде опухолей, в том числе собственные при молочной железе, как раз очень хорошо выявляются, ядерная экспрессия, фактор транскрипции. И рак желудка, как раз здесь видно, что он негативен на ГАТА-3, как и опять-таки должно быть, потому что рак желудка, естественно, фактор транскрипции характерен для рака молочной железы, не экспрессируется. Ну и обратная, да, CDX2, рак желудка и негативные раки молочной желудки. Всё, то есть это первичная множественная опухоль. У нас имеется рак желудка и рак молочной железы. У нас есть две опухоли, мы можем это сопоставить. К сожалению, я не смог найти ещё один интересный случай, не смог найти слайды. Но я очень хорошо помню, когда достаточно несколько лабораторий ставили первично множественный рак шейки матки и рак желудка, не получив первичный материал от рака шейки матки. А ставили на основании того, что они выявили экспрессию CDX2, как раз семёрки, двадцатки — это, наверное, всеми нелюбимая формулировка врачей-патологонатов — рак гастро-панкреатобилиарной зоны. Но мы, к сожалению, иногда вынуждены так писать, когда все эти три маркируса работают. И на основании только одной опухоли в желудке был поставлен данный диагноз, хотя в дальнейшем уже, когда были сопоставлены с шейкой матки, что в шейке матки оказался совершенно диетичный портрет. Я был к линии совместно с лечащими врачами показывал, что диссеминация опухоли это происходит, и оказалось, что это просто желудочного типа рак шейки матки. То есть это было распространение рака шейки матки. Это чрезвычайно важное сопоставление как раз. То есть наличие первичной опухоли и наличие, так называем, второй опухоли или метастазы. Только после этого мы можем в основном делать вывод полутон первичный или множественный или метастаз. Ну и я бы хотел отдельно обсудить вот эту ситуацию, потому что нередко нас спрашивают, и здесь как раз идёт тесное переплетение молекулярной генетики и морфологии. Это ситуация первичного множественного рака яичника или эндометрия, в особенности в плане эндометриевого карцинома. На самом деле достаточно много различных морфологических, я специально привёл на данном слайде их, но не буду зачитывать, потому что многие попытки велись, какие-то морфологические критерии для того, чтобы дифференцировать первичные множественные, или это, собственно, метастаз рака эндометрия в яичнике, и наоборот. И вы видите, что здесь много различных морфологических параметров. Но на самом деле воспроизводимость их и вообще на самом деле, насколько они переводили к истинной постановке диагноза, на самом деле всё это сомнительно. Я на следующих сферах покажу. Во-первых, очень любопытный исследователь 2017 года, который показал, что наличие эндометриоза в опухоли яичника связано с низким риском возникновения синхронных опухолей в эндометрии яичника. Это потрясающая фраза, потрясающая исследовательность 2017 года, потому что вообще, собственно, рак яичника эндометриоидный характеризуется ассоциацией с эндометриозом. И поэтому, если формулируется данная фраза, это говорит о том, что по сути синхронных опухолей эндометрии яичника эндометриоидных не бывает. То есть вот это означает данное исследование. Просто авторы не сделали данную. А что же было сделано в дальнейшем, когда вот как раз стали распространяться секвенированные следующие полотоления и так далее? Молекулярные исследования показали, что практически все синхронные опухоли яичника и матки, за исключением как раз синдрома Линча, имеют одинаковый клон опухолевых клеток. И предполагается настоящая вера, что большинство так называемых синхронных опухолей матки и яичника — это феномен ограниченной диссеминации, наливоли вероятно результаты имблантационных метастазов через маточную трубу. Исключением как раз является генетический синдром, то есть понятно, когда есть синдром Линча, и, собственно, ясно, что высокая вероятность того, что это, собственно, будут у нас разные опухоли. И почему я привёл этот пример? Почему я стал приводить данные? Может, на самом деле, достаточно больная тема. Вот буквально недавно ходила одна пациентка в различных лабораториях, инстанциях, и почему-то ей с какой-то настойчивостью именно просили пересмотр препарата. То есть была у неё эндометриоидная опухоль в яичнике, была эндометриоидная опухоль в матке, и причём сопровождалась микроцветная нестабильность и там, и там. И простой вопрос, который бы ответил с высокой достоверностью на то, чтобы это действительно первично множественно или это метастаза одно в другое, было бы связано эта микроцветная нестабильность с синдромом Линча или нет. Но почему-то данные исследования никто не проводил, а всё время просили пересматривать. Ну и, соответственно, конечно, как и положено, разотделились лаборатории. Часть сказала, что это первичная новость, а часть сказала, что, собственно, это метастаз. Хотя, повторюсь, что всё-таки наиболее вероятный эндометриоид над эндометриоидом, за исключение синдрома Линча, это всё-таки как раз феномен ограничения дистеминации. Ну как, собственно, в любом правиле, бывает с исключением. Всё-таки мы говорим именно, когда говорили о ограниченном метастазировании, мы говорили именно о эндометриоиде над эндометриоидом. В случае сирозного рака, наверное, всё-таки не так всё просто. На данном слайде, как говорится, проведён пример, за наше наблюдение, первичный множественный рак, сирозный рак тела матки, прошу прощения, эндометрия, и сирозный рак яичника. Ну и, собственно, простой маркёр, вильмстумер первого типа, очень чётко позволяет дифференцировать. Сирозный рак яичника всегда позитивен на ВТАДе. Сирозный рак яичника, сирозный рак маточной трубы — это априори. Это, собственно, в самом определении сирозного рака звучит то, что должна быть экспресса внецетия. Сирозный рак тела эндометрия не веет именно внецетия, мы наблюдаем негативную рак. Опять-таки, сопоставление двух опухолей, различный иммунопрофиль, хотя гистологическая структура достаточно схожа, мы понимаем, что это первичный множественный рак. Что бы хотел в итоге резюмировать? Для верификации первичной множественной опухоли в большинстве случаев требуется сопоставление гистоструктуры и иммунофенотипа данных двух опухолей, то есть различных. Первичный множественный эндометрия, сильный рак яичной эндометрии — сомнительное заболевание, по исключению обусловленных терминальных мутаций. Спасибо за внимание.